В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 ультраконтейнеров, которые ты можешь забрать деньгами, если контейнеры тебе не нужны. И для участия нужно поставить настройки своего аккаунта тег создателя контента Viter, а также лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик и написать комментарий со своим ником и словом участвую. И все, итоги будут проведены на моем стриме, стримы кстати проходят каждый день в 18 по МСК, подробная информация про конкурс в описании. Всем привет дорогие друзья с вами Viter и сегодня мы с вами записываем ролик по танечкам онлайн и это у нас получение звания, но как вы наверно видите звонка у меня уже получена на этом аккаунте, типа Viter какого фига на превьюшке в названии, но звание будет именно сейчас. Ну что ж ребята, вот такая званочка у нас получилась, не стал я у нас проявлять прям кучу креативности в получении именно генерала. Даже кстати не знаю почему, потому что раньше все звания, которые у меня были на безнатое, как-то пытался и генерал соответственно лейтенант и генерал-майор и генерал там как-то что-то такое придумать, куда-то там залезть, куда-то запаркурить, что-то такое интересное выдумать, но блин сейчас эти званочки как-то у нас очень быстро получают и как-то немножко все это обесценивается и об этом мы сегодня с вами поговорим, но естественно перед этим я как говорится покажу вам что у меня вообще есть по гаражику, потому что многие моменты я у нас на бездонат сейчас не записываю просто-напросто, ну потому что типа не особо наверное это сильно актуально на данный момент, не особо это интересно показывать, поэтому ну такое. Вот кстати у меня здесь есть премка на целых еще 14 дней, мне несказанно повезло, короче в какой-то момент я выбиваю получается за обычных, с обычных ребят, не с ультра контейнеров, с обычных контейнеров 10 дней премки буквально, проходит у нас один день, следующий день наступает, я у нас забираю бесплатный халявный как говорится контейнер и с этого халявного контейнера бац, выбиваю себе еще 10 дней премки, чему я был очень-очень рад, потому что ну это серьезно, дроп прямо зашибенский, потому что мне здесь премочка на этом аккаунте не падала от слова вообще и совсем. Ну и как вы наверное понимаете, с этой премкой я у нас, да и вообще на всех своих аккаунтах я у нас качаюсь исключительно только в празднике, выполняя как раз таки особые миссии, при этом там у нас знаете в этих особых миссиях не идет такой тотальный и лютый упор на набирание там киллов, или каких-нибудь там, ну и там, там у нас только очки опыта, даже не очки опыта, а очки, которые тебе даются в битве, то есть не обязательно ты опыта столько будешь получать, но тем не менее это все дело выходит и выходит достаточно интересно и круто, поэтому я здесь прям на все 100% рад, вот, потому что во-первых как бы не нужно париться у нас и выдумывать какой-то велосипед заново, то есть это я сейчас говорю в плане прокачки своего аккаунта, в плане звания, потому что в приоритете у меня конечно же на этом аккаунте стоит как раз таки то, что я у нас должен просто, ну поиграем с легендами, а вот в приоритете у меня естественно на этом аккаунте стоит такая цель, что я у нас просто-напросто должен получить тебе звание легенды, при этом хотя бы имев одно вооружение у меня полностью прокаченное, под МК7, под МК8 желательно, вот, поэтому, да, здесь я у нас как раз таки наверное на эту часть буду смотреть, потому что прокачка для меня очень важна и как говорится, если прошлые свои аккаунты без доната я как-то упарывался и создавал там какие-то катки, в моменты когда мне нужно было поиграть, я у нас играл очень много в том плане, что допустим какие-то выходные, удвоенные голды там и т.д. и т.п., ну у меня действительно уходило очень много времени, чтобы прокачать, выкачать какое-то определенное звание, здесь же я как-то особо, знаете, напряга никакого не чувствую от слова совсем, вот, единственное, что, наверное, у меня здесь с вооружением не так круто, как было до этого на аккаунтах, потому что там все-таки идет долгая прокачка, долгий, соответственно, фарм этого дела, и ты, худо-бедно, у тебя, как говорится, качается и копятся кристаллы, и ты там уже худо-бедно начинаешь более-менее нормально прокачиваться, но у меня там и времени уходило на это все дело больше, потому что, ну, опять же, у тебя есть время подумать, прокачка идет медленно, ты у нас ставишь всего лишь на один шаг улучшить, вот, плюсом ко всему, опять же, была система такая, что ты у нас берешь и, соответственно, качаешь вооружение, даже если ты его себе не докачал, у тебя там остался один-два шага, ты у нас, вот, что все равно упарывался, как раз-таки, в прокачку этого дела, потому что знал, что в любой, в принципе, момент ты у нас можешь просто взять и докачать это вооружение, купить его, ну, грубо говоря, со скидкой, если это так можно назвать. Здесь же у нас такого момента нету, и, не знаю как вам, но меня этот моментик иногда смущает, в том плане, что, ну, смотрите, я в связи с этим себе многие вещи не могу подпрокачать, то есть, я такой смотрю, ну, да, с одной стороны, можно, конечно, упороться, можно там себе на МПКшке эту штуку поставить, а если вдруг я, допустим, не успею себе что-то про МПКшить, это уже будет такое себе. А можно моя команда будет играть, как бы, Челикс, 5800GS, делает легенд, причем у них там модуля фуловые, у кого-то по 4 модуля, а я, как бы, с двумя модулями, один 30%, другой 10%, а можно, пожалуйста, немножечко хотя бы играть, а то я у нас единственный, кто доставляет эти флажочки, как-то аж не по себе немножко встает, но да ладно. Ребята, наверное, просто, может быть, еще не проснулись, хотя сейчас у нас уже день, даже, можно сказать, ближе к вечеру идет время, но, может быть, не проснулись, нифига себе, чувак, у нас легенду получил, я тоже хочу получить легенду, чтобы, наконец-таки, себе выкачать этот аккаунт, и, на самом-таки, деле, если так подумать, это у меня уже четвертый мой аккаунт без доната, который я выкачаю до звания легенды, и я такой на досуге сидел для себя, чисто такой думаю, ё-моё, а что я буду делать на пятом? Ну вот серьезно, потому что первый мой аккаунт без доната качался исключительно в про-битвах, второй аккаунт без доната качался у нас исключительно в матчмекинге, то есть третий мой аккаунт без доната качался где-то там абы как, на заданках каких-то, МТД и ТП, то есть, ну, такого особенного смысла у меня в прокачке этого не было. Этот, соответственно, аккаунт у нас тоже качается, только исключительно на праздниках каких-то, то есть праздники, я имею в виду увеличенный опыт, увеличенные, соответственно, фонды, вот, и только здесь я у нас занимаюсь прокачкой этого всего дела, то есть в другие абсолютно дни я не качаюсь от слова вообще никак и никогда. Ну и как-то, ну фиг его знает. А что мне с пятым аккаунтом делать? Его как прокачивать? Прокачивать на одном вооружении, что ли, каком-то, как вы меня давным-давно просили, какую-нибудь хантер-смаку себе забурить и, соответственно, на этой хантер-смаке прокачивается? Так, что ли, получается? Либо качаться у нас без резистов, либо, как вы меня тоже просили, качаться без нарки полностью. Ну, типа, без нарки полностью прокачиваться, я даже не знаю, есть ли в этом какой-то смысл, потому что, ну, суть игрового процесса, как бы, у нас теряется от слова совсем. Все-таки это аккаунт без доната. Вот, и тебе без доната нужно какие-то интересные вещи показывать в битвах. Иногда в битвах бывает очень скучно. Вот, и у пэшка у тебя, соответственно, не будет настолько крутой, насколько ты хочешь, потому что она будет прям испоганена целиком и полностью чуваками, которые будут играть против тебя. Если, допустим, на мелких диапазонах, на мелких званиях еще что-то можно будет сделать без нарки, то ближе к генералам, я так думаю... Да так, к каким генералам? Я так думаю, ближе даже у нас к каким-нибудь званиям капитана. Да даже лейтенанта, старшего лейтенанта. У нас там появляется какая-то неразбериха в плане как раз-таки прокачки, потому что в битвах становится сложно. Соответственно, появляется очень много чуваков, которые нарят, которые как-то тебя пытаются завалить, как-то перевалить весь, соответственно, игровой процесс на себя, занять первое место, и так делают, соответственно, и твои сокоманики, и твои враги, против которых ты играешь. Вот, это все дело, как говорится, понятно, но немножечко все-таки меня смущает. Вот факт, что, наверное, без нарки нет. Без нарки я у нас не смогу. Вот на одно вооружение еще, в принципе, можно у нас поупарываться, можно, соответственно, попрокачиваться. Эту штуку, эту тему я еще у нас более или менее, ребят, понимаю. То есть, эта тема у нас, возможно, и будет. Блин, чуваки, вы запарили. Дайте мне хотя бы еще один флажочек перевести, а то меня наши легенды обгоняют. Ну что ж такое, не должны легенды, как говорится, обгонять меня Всевышнего, как говорится, которую принес у нас уже несколько флажков. Сколько я флага принес? Наверное, флага четыре уже, да? Где-то так, где-то так. Куда ты у нас эту штуку делаешь? На-те. Еще, соответственно, пятый вам флажочек. Не, ну не пятый, это может быть четвертый, как раз таки, который я принес. Но тебе все равно много. Для битвы, в которой я играю, со званиями легенды, это прям очень и очень много. Тем более, в команде, которая проигрывает, в принципе. Хотя вот, не могу я нормально смотреть на чуваков, которые имеют большое звание, которые имеют крутую прокачку и при этом так хреново играет. Ну, ну серьезно, ну камон. Поэтому, даже я со своим, как бы, вооружением более-менее для себя тактику придумал. Я прекрасно понимаю, что да, у меня не получается никого убить. Но я буду полезен в плане том, что я буду хотя бы доставлять флаги. Вот если бы я не мог доставлять флаги, я бы, допустим, играл на Хантере, который у меня до этого был установлен. Я бы у нас приходил и пытался как-то дейферов немножко застопить своим овердраймом, и пытался их как раз таки убить, и у меня бы это тоже хорошо получалось. Я бы у нас тоже был на первом месте. То есть, ну, какие-то свои тактики, хотя, ну, не знаю, короче, они меня бесят. Вот, из корпусов, что у меня имеется? Я буду сейчас показывать именно прокаченные вещи. Это Хоппер и Хантер. Два корпуса, МК-6 модификации, ничего больше нету. Также две пушки, это Фриз и Смакап. Также МК-6. Вот, да, в принципе, я так думаю, даже на этом аккаунте я у нас к легенде себе полностью прокачаю МК-7 под МК-8, у меня также будет два вооружения. То есть, не одно вооружение прокаченное, а два. Вот, единственный у меня трабл заключается с тем, что защиты не хватает. Хотя бы третий слотик был бы уже прям сочно идеально. Но, к сожалению, к сожалению, танкоинов у меня опять нету. Вот, у меня бы было сейчас примерно 300, может быть, 400 танкоинов. Вот, и вы спросите, а какого хрена так мало? Ты у нас там что такого покупал? Я вам скажу, я пытался выбить танкоины с коинбоксов. Да, это было самое глупое мое решение. Потратить у нас 300 танкоинов на коинбоксы. Гениально. Нелогично вообще. Ладно, короче, на этом мы с вами будем заканчивать. Кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok